Только душе я молитвы пою, только одну я люблю беспредельно, душу мою. И еще. Во всех своих путешествиях очень служал в России. Я видел все моря и океаны, и снова говорю, люблю Россию, ничего для меня нет прекраснее и священнее ее. Константин Дмитриевич Бальмонт женат был трижды. В 22 года он женился на дочери шуйского фабриканта, красивой барышни ботичелевского типа. Девушке, по его словам, с нежным именем. Лариса. Но семейная жизнь не складывалась. Горелина оказалась человеком с очень неуравновешенной психикой. Постоянно ревновала его без оснований, следила за ним, устраивала скандалы. В состоянии души этой депрессии, Бальмонт выбросился из окна третьего этажа на мостовую и сильно покалечился. По воспоминаниям самого поэта. Когда я очнулся, в этот миг со мной что-то случилось. Я как бы услышал голос свыше и понял, что жизнь свята, неприкосновенна и бесконечна. Кто близок был к смерти и видел ее, тот знает, что жизнь глубока и прекрасна. Целый год Бальмонт провел в постели, выздоровел, но легкая хромота осталась на всю жизнь. С Ларисой Горелиной поэт расстался. Душа моя стала больной, как ветер. Дыхание смерти пробудило во мне творческую мечту. Однако начало моей литературной деятельности было очень неудачным. Ни один журнал не хотел меня печатать в течение четырех или пяти лет. Но вскоре в судьбе начинающего поэта принимают участие Короленко, Брюсов, встреча с которыми во многом определила литературную судьбу поэта. Сам Брюсов писал в то время, что тонкое чутье красоте стиха, вся своеобразная личность Бальмонта произвели на него впечатление исключительное. Константин Бальмонт становится знаменитым и парит на троне поэзии. С 1895-го по 1905-й год. И на крутом внезапном склоне Среди камней я понял вновь, Что дышит жизнь в немом затоне, Что есть бессмертная любовь. О каких камнях идет речь? Кому обращены эти строки? А посвящены они женщине, Встреча с которой сохранится в душе Бальмонта на всю жизнь? Мира Александровна Лохлицкая. Это имя сегодня несправедливо забыто. А тогда она, ровесница Брюсова, Бальмонта, Бимнина, Северянина, входила в пятерку поэтов по популярности. Ею многие восхищались, в нее влюблялись, посвящали стихи. Она же была чрезвычайно благовоспитанная дама, Идеально верная супруга, Заботливая мать пятерых сыновей, Милая, обаятельная скромница. В ее безупречной биографии Не было ни тайн, ни загадок, Ни скандальных романов. И все-таки один единственный роман В недолгой 36-летней жизни поэтессы был. И звали этого человека Константин Бальмонт. 1898 год. Находясь уже в зените своей известности, Бальмонт приехал в Крым. Здесь, в Балаклаве, Он и встретился с Мирой Лохлицкой. Она приехала в Крым с детьми лечиться от туберкулеза. Ты вся была полна любви невыразимой. Крым — голубое окно моих счастливых часов. Блаженные дни нечаянной радости. Так вспоминал много лет спустя Бальмонт о первых днях знакомства с Мирой. А вот как запечатлела те мгновение Мира Лохлицкая. Эти рифмы — твои или ничьи? Я узнала их в оба певорчики. С ними песни звенят, как ручьи, Перезворенном крустальных созвучий. В 1929 году, уже находясь в эмиграции, поэт признавался. Светные следы моего чувства к ней и ее чувства ко мне Ярко отразились в моем творчестве и в ее. Вот поэтическая перекличка Миры и Константинов. Я бы хотела быть рифмой твоей. Быть как рифма твоей или ничьей, Шептала Мира. Я знал, что однажды тебя увидав, Я буду любить тебя вечно, — восклицал Бальмонт. Мой прекрасный, мой единственный, утолимая любовь, — признавалась она. Уйдите, боги, уйдите, люди, Мне сладко с нею побыть вдвоем, — заклинал он. Когда в 1905 году Миры Лохвицкой не стало, Бальмонт написал память о ней. О, какая тоска, что в предсмертной тиши, Я не слышал дыхания певучей души, Что я не был с тобой, что я не был с тобой, Что одна ты ушла в океан голубой. В памяти Лохвицкой Бальмонт в 1906 году Назовет свою дочь Мирой. Второй женой Бальмонта стала Екатерина Андреева. Они прожили 8 лет, Расстались в 1906 году, Но сохранили дружеские отношения и переписку. Екатерина Андреева Бальмонт Оставила интересные воспоминания о поэте. Популярности Бальмонта, писала она, Очень способствовало его революционное настроение. Молодежь выходила на демонстрации Со строчками его стихов из книги «Песни мстителей», Обличающих самодержавие, царя И прославляющих русских рабочих. Бедла в наших дней. Безумствуют, кричат, смеются, Хохочут, бешено рыдают, При длинным языком болтают, Слов не жалеют, речи льются, Многоглагольно и нестройно, Бесстыдно, пошло, непристойно. Поэт не побоялся бросить в лицо Российскому самодержцу Страшное пророчество в 1905 году. Кто начал царствовать ходыркой, Тот кончит, встав на эшафот. Наш царь, наш царь Мухден, Наш царь Цусима, Наш царь кровавое пятно, Зловонье пороха и дыма, В котором разуму темно. Наш царь убожество слепое, Тюрьма и кнут, под суд расстрел, Царь висельник, тем низкий вдвое, Что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует с запинкой, Но будет, час расплаты ждет, Кто начал царствовать ходыркой, Тот кончит, встав на эшафот. Литературное окружение Бальмонта Было шокировано. Вчерашний эстет, чистый лирик И вдруг такие стихи. И действительно, было чему удивляться. Настолько это было не похоже на Бальмонта. Когда стихи дошли до правительства, Поэт был выслан из страны в 1907 году На пять лет. Антиправительственные выступления Бальмонта В 1905 году, писала Екатерина Андреев, Не были пустой бравадой, Как пытаются изобразить некоторые. Он страстно увлекся революционным движением, Но именно увлекся. Так же быстро эта увлеченность оборвалась, Уступив место другим увлеченностям. Валерий Брюсов отнесся к политическим стихам Бальмонта С крайним высокомерием. Господи, в какой же несчастный час Пришло Бальмонту в голову, Что он может быть гражданским дефцом России. Стихи производят тягостное впечатление. Поэзии здесь не на грош. По природе своей Бальмонталант тихий и нежный, Продолжает Брюсов. И лучшая у него – это песни, спетые полголоса. Раскрывающие утреннюю душу поэта, Говорящие чаще всего о любви к природе, О любви к женщине. Хороша эта женщина в майском закате, Шелковистые пряди волос в ветерке, И горенье желанье в цветах, в аромате, И далекая песня о гребцах на реке. Хороша эта дикая, вольная воля. Протянулась река, Прикоснулась рука, И сковала двоих На мгновенье, не более. Та минута любви, Что продлится века. О, женщина-дитя, Привыкшая играть, И взором нежных глаз, И лаской поцелуя, Я должен бы тебя Всем сердцем презирать, А я тебя люблю, Волнуйся и тоскуй. Люблю и рвусь к тебе, Прощаю и люблю, Живу одной тобой В моих терзаниях страстных, Для прихоти твоей Я душу погублю. Все, все возьми себе За взгляд очей прекрасных, За слово лживое, Что истины нежнеет, За сладкую тоску Восторженных мучений. Ты море странных снов И звуков, и огней. Ты друг и вечный враг, Злой дух и добрый гений. Юн женщины, Женщина с нами, Когда мы рождаемся, Женщина с нами В последний наш час, Женщина с нами, Когда мы сражаемся, Женщина радость Раскрывшихся глаз. Первая наша влюбленность И счастье, В лучшем стремлении Первый привет В битве за право Огонь соучастия, Женщина-музыка, Женщина-свет. У Константина Бальмонта Натуры быстро очаровывающиеся И так же быстро угасающие Увлечения следовали Одно за другим. Я поэт, Горно заявлял он, Я заглянул во столько глаз, Что позабыл я навсегда, Когда любил я в первый раз И не любил, Когда Мгновенья нежной красоты Заткал я в звездный хоровод, Но неиспорченность мечты Меня зовет вперед. Что было раз, То было раз, Души любить запрета нет, Хочу я блеска новых глаз, Непознанных планет. Волненье спасной тоски Меня уносит вновь и вновь, И я всегда гляжу в зрачки, Чтоб в них читать Любовь. Эпиграфом ко всей любовной лирике поэта Можно взять слова самого Бальмонта. Всем тем, в чьих глазах отразились мои зори, Отдаю отцвет их очей. Есть что-то, что выше всех знаний и слов, И я отвергаю слова мудрецов. Я знаю и чувствую только одно, Что пьяно оно, Мировое вино. Когда же убьюсь я Вином мировым, Умру и воскресну, И буду живым, И буду я с юными утренним вновь. О, люди, Я чувствую только Любовь. Скажите вы, Которые горели, Сгорали и горели, Полюбив. Вы, Видевшие солнце, Сколыбели, Вы, Чьих сердцах Горячих пламень жив, Вы, Чей язык Истранен и красив, Вы, Знающие строки, Руставели. Скажите, Как мне быть, Я весь порыв, Я весь обрыв, И я нежней свирелее. Мне тоже в сердце вдруг Вошло копье, И знаю я, Любовь постигнуть трудно. Вот вдруг пришла, Пусть все возьмет мое, Пусть сделаю, Что будет безрассудно, Но пусть безумие Будет обоюдно. Я жду, Я жду, Горю, Молюсь, Люблю ее. Женщин Бальмонт Любил как цветы, Потому что они все Красивые, Говорил Брюсов. Так случилось и с Еленой Цветковской, Которая была влюблена В поэта безумно И преследовала его Повсюду. И добилась своего, Он тоже влюбился. Но и жену свою, Екатерину Андрееву, Он тоже любил. Почти восемь лет Длился этот любовный Треугольник. Поэт разрывался Между двумя женщинами, Думал, Что его любви Хватит на двоих. И только когда Екатерина узнала, Что Цветковская Ждет ребенка, Она ушла от поэта. Февраль 1917 года. Свержение самодержавия Было воспринято Бальмонтом с Виколанем. Но Октябрьскую революцию Он не принял, Считая ее насилием. В 1920 году Он вместе с семьей Покидает Россию. Последний этап жизни поэта У нас известен мало. Отсюда множество версий. Известно, что разлуку с Родиной Бальмонт перенес тяжело. Вот, как об этом писал сам Бальмонт В книге «Где мой дом?» Вот уже три года я живу в Европе Без малейшего к тому желания. Изгнальник ли я? Вероятно, а впрочем, я и не знаю. Я ведь не бежал. Я просто уехал на полгода И не вернулся. А зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать, как писатель? Или чтобы снова видеть, как умирают от голода и холода мои близкие? Нет, я этого не хочу. Но нет дня, когда бы я не тосковал России. Нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят, что той России, которую я любил, сейчас нет, Мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство. Там везде говорят по-русски. Если в Москве в течение трех лет, с 18 по 20 год, я задыхался от невозможности быть собой и говорить полным голосом, То я задыхаюсь от этого же и здесь, в русском и французском Париже. Ах, как мне тяжело, мне очень тяжело здесь, Мне душно и от воздуха летнего Парижа, Где я никому не нужен, и мне ничего не нужно. К чему же мне прильнуть? Я поэт и человек, И нет мне места нигде, Как человеку и поэту. Отношения с русской литературной эмиграцией у поэты не сложились. Материально Бальмонты жили постоянно в крайней нужде, Почти в нищете. И все это на фоне прогрессирующей душевной болезни, Концу жизни перешедшей в безумие. Умер Константин Бальмонт в оккупированном немцами Париже в 1942 году. Ни поэтов, ни поклонников на его похоронах не было. Лучшее, что создал поэт в эмиграции, посвящено России. Гори, гори, моя звезда, Гори, звезда приветная, Ты у меня, одна заветная, Другой не будет никогда. От тебя труднейшую обиду принял я, Родимая страна. И о том пропел я панихиду, Чем всегда в душе была весна. Слово этой пытки, повторю ли, Боль была, я боль в себе храню, Но в наватном бешенстве и гуле Все, не дрогнув, отдал я огню. Слава жизни, есть прорывы злого, Долгие страницы слепоты, Но нельзя отречься от родного. Светишь мне, Россия, только ты. Звезда любви волшебная, Звезда прошедших лучших дней, Ты будешь вечно незабвенная В душе измученной моей. Ты будешь вечно незабвенная В душе измученной моей. Свеча горит и меркнет, И вновь горит сильней, Но меркнет безвозвратно Сияние юных дней. Гори же, разгорайся, Пока еще ты юн, Сильней, полней касайся Сердечных звонких струн. Чтоб было что припомнить На склоне трудных лет, Чтоб старости холодной Светил нетленный свет, Мечтаний благородных, Порывов молодых, Безумных, но прекрасных, Безумных и святых. Твоих лучей небесной силою Вся жизнь моя озарена. Умру ли я ты над могилою? Гори, сияй, моя звезда. Умру ли я ты над могилою? Гори, сияй, моя звезда. Безспорно, личность Константина Бальмонта впечатляла. Ему посвящались стихи, Писали о нем многие. Марина Цветаева, Слово о Бальмонте. Часто я слышала О позе и высокопарности Константина Бальмонта. Это неправда. То, что часто принимают за позу, Есть лишь природа поэта, Таким его создал Бог. Высокопарность. Да, в хорошем, первородном смысле слова. Он парит в высотах И не желает спускаться. Или не может? Я бы сказала, что земля Под ногами Бальмонта Всегда приподнята. То есть он ходит уже По первому низкому небу земли. Я обещаю вам сады, Где вы поселитесь навеки, Где свежесть утренней звезды, Где спят нешепчущие реки. Я призываю вас в страну, Где ни от печали, ни заката. Я посвящу вас в тишину, Откуда к бурям нет возврата. Я покажу вам то одно, Что никогда вам не изменит, Как камень, Канувший на дно, Верховных волн с собой не вспенит. Идите все на зов звезды, Глядите, Я горю пред вами. Я обещаю вам сады, С неомраченными цветами. Я обещаю вам сады. Я в этот мир пришел, Чтоб видеть солнце. А если день погас, Я буду петь, Я буду петь о солнце В предсмертный час. Я в этот мир пришел, Чтоб видеть солнце. Остальные солнца. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. 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 Что происходит? А что происходит на свете? Просто зима. Варсу работают. Вот эта песня оттуда идет. И только это, наверное, и знаю. Поэт необычный, да, такой философ. Вот мы сделаем небольшую страницу поэтическую. Это 9-го в 6 часов. 23-й ноября, 4-й четверг. Марина Цветаева. 125 лет со дня рождения. Это дню рождения нашего группы. Это был 7-го, значит, 23-е ноября. Информация вам. Аплодисменты. Я просто вернулся, если кто-то меня помнит. Мне очень приятно, что кроме Старой Гвардии и нас с Пашей, еще есть такая молодежь, которая... Ой, Старая Гвардия. И вот себя туда. Оксанна, мне стаж в пенсии не хватает. С вами возвращаюсь на свои четверть ставки. Напоминаю вам, что у вас есть замечательный альбом. Вообще мы не ожидали, что будет столько зрителей. Тут сегодня битвы факультетов, ректорат. Что там еще? Ученый совет. Очень приятно, что вы пришли. Не смотрели на школу. И надеемся, что появятся сегодня новые записи. Я был в гостях у клуба «Одохновение» в апреле. Оказывается, так тяжело писать эти пенсии. Больше никогда не буду писать у вас на нем. А вам надо поставить. Вам рекомендую. Спасибо. Всего доброго, друзья мои. До свидания.